Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете заказать и через интернет. Некоторые из них посвящены профилактике и лечению заболеваний органов дыхания. На моих каналах сотни видео про профилактику, лечение, правильное питание, как употреблять правильно воду, как правильно дышать. А в этом видео я решил показать основные точки, я бы сказал болевые точки. Незнание которых может привести к тому, что у вас не получится профилактикой ни простуды, ни гриппа, ни других заболеваний. А иммунная система, особенно в переменные периоды года, весной и осенью, очень важна. Она может шалить и в любой момент предложить вам не самый приятный сюрприз. Смотрите видео дальше. На первое место среди факторов, имеющих значение в развитии простудных заболеваний, я бы поставил стресс эмоциональный. И мне сейчас могут напомнить финскую войну, блокаду Ленинграда, когда сотни тысяч людей находились в нечеловеческих условиях и не болели. Совершенно с вами согласен. Когда у вас за спиной стоит взвод пулеметчиков, у вас нет другого выбора. Вы вынуждены оставаться в этих условиях. И пока гормонов кровенотпочников у вас хватает, вы живете. Вот как только гормонов резко не хватает, резко останавливается сердце. Помежуточный этап, когда относительная недостаточность гормонов кровенотпочников, иными словами, хронический стресс у вас присутствует, а что с ним делать вы не знаете. Легко определяется. Посмотрите в зеркало, есть ли у вас темные круги под глазами. Если есть, вы работаете слишком интенсивно, чем ваш организм на это рассчитан. Если нет темных кругов, значит эмоциональный фактор для вас не имеет значения. А для вас имеет значение фактор номер два, о котором я расскажу прямо сейчас. На второе место в плане снижения иммунитета и развития простудных заболеваний я бы поставил стресс термический. Иными словами, когда вы вдруг попадаете в более прохладные условия и спазмируют сосуды кожи, автоматически снижается иммунитет в органах дыхания. А разобьется у вас при этом насморк, адгина, трахеид, бронхит, пневмония. Это уже зависит в каком отделе дыхательной системы ваша иммунная система была наиболее слаба. Но, к счастью, стресс термический, хоть он и имеет достаточно серьезное значение в развитии простудных заболеваний, сегодня встречается не так часто. А более часто встречается иной вид стресса. О котором я расскажу прямо сейчас. На третье место среди факторов, имеющих значение в развитии простудных заболеваний я бы поставил стресс физический. Считается, что высокий уровень физической активности один из компонентов здорового образа жизни. Но только в том случае, если он метаболически обеспечен. Иными словами, если перед тем, как вы решили повысить свой уровень активности, занимаясь спортом различными видами, вы перед этим должны наладить себе правильное питание с некоторым избытком. Именно избыток белков, которые вы потребляете с пищей, не просто потребляете, а которые полноценно перевариваются в вашей пищеварительной системе и перерабатываются в вашей печени. Только в этом случае дополнительные порции аминокислот могут достичь мышечной ткани, которую вы физической активностью моделируете на себе и получаете тот результат по внешнему виду, который вы хотите получить. Если же вы действуете по-иному, вы считаете, что вы абсолютно здоровы и физическая активность вам не помешает, вы, усиливая двигательную активность, перетягиваете на себя короткое одеяло, как правило. Белки перевариваются достаточно сложно. Если у вас не было в них избытка, они не накапливаются в организме в достаточных количествах, вы раздеваете свою иммунную систему. Потому как запасные депо белка это либо мышца, либо клетки иммунной системы. Если вы занимаетесь двигательной активностью, понятно, кто будет отставать. И на таком фоне легко и просто заболеть банальной простудой, либо тяжело перенести любую вирусную инфекцию, особенно такую опасную, как грипп. Поэтому физический стресс своему организму создавать не надо. А правильно вести физически активный образ жизни необходимо. А вот какой еще фактор имеет значение в развитии простудных заболеваний? Вы узнаете прямо сейчас. Если вы, правильно понимая значение для вас первых трех факторов, их контролируете, для вас приобретает значение четвертый фактор в развитии простудных заболеваний. А именно знание, как правильно пить воду и сколько правильно пить воды. Это имеет огромное значение в этом случае. И конечно я понимаю зима не лето. Летом чувство жажды за горло берет многих, вынуждая пить воду. Но чувство жажды далеко не первый признак дефицита воды в вашем организме. И зимой оно посещает разве что тех, кто неумеренно интенсивно занимается спортом. У остальных этот индикатор возникает практически редко. Но есть еще один индикатор. Это количество образующейся за сутки мочи. И количество мочи должно быть не менее 500 миллилитров. И лучше не больше двух литров. Оптимальные цифры литр полтора мочи за сутки при здоровых почках говорят о том, что ваш организм водой обеспечен в достаточной мере. Очищение идет полноценно. Но! Перед тем, как вода выйдет через почки, она образуется в органах дыхания. Образуется примерно 1 литр слизи, которая, очистив органы дыхания, уходит в кишечник. Оттуда вода всасывается в кровь. И уже после этого удаляется через почки. Достаточно сложный путь движения воды в этом случае. Но! Если через почки идет достаточное количество мочи, скорее всего в ваших органах дыхания слизь образуется более жидкая. И это не просто механическое очищение органов дыхания. Слизь это один из активных факторов подавления активности бактерий, либо вирусов. Которые в ней, во-первых, оседают. Чисто механически. Но! При правильном использовании пятого фактора они еще и интенсивно обезвреживаются. И какой же пятый фактор вам нужно знать, для того чтобы не заболеть гриппом, либо не заболеть простудой, а в случае заболевания перенести их с минимальными осложнениями? Вы узнаете прямо сейчас! И только на пятое место в системе как не заболеть простудой, как не заболеть гриппом в любое время года, а также не попасть на осложнения, я ставлю правильное питание. Почему только на пятое место? Казалось бы, врач, диетолог должно быть номер один питание? Нет! Только пятое место! И этому есть свое обоснование. Пока человек находится под действием стресса эмоционального, в котором нарушается и извращается работа пищеварительной системы, а заодно нарушается работа основных фильтров печени и почек, правильное питание для вас не имеет никакого значения. А имеет значение для патогенной микрофлоры кишечника вот те самые белки, жиры, углеводы, витамины, макро, микроэлементы и другие физиологически активные вещества, которые попадают в пищеварительную систему с пищей, в первую очередь и более активно в состоянии стресса используют патогенные микрофлоры кишечника. Они для нее имеют огромное значение! А вы получаете продукты жизнедеятельности этой микрофлоры, ну и то, что ей не удалось употребить по своему назначению. Именно поэтому дисбактериоз кишечника, который в этих условиях развивается легко и просто, съедает примерно 30 процентов жизни. Пока вы из стресса не выйдете и начнете питаться правильно. Стресс холодовый действует также негативно. И при нем любая иммунная система. Какое бы ни было у вас шикарное питание. Какая бы ни была сильная иммунная система. Но! Если стресс холодовый был значительно сильнее, он любую иммунную систему поставит на колени. И откроет не то, что калитку, ворота, проспекты откроет для любых бактерий, вирусов и любых патогенов, которые могут развиваться в этом организме. И правильное питание для вас приобретет значение. После того, как вы выйдете из этого холодового стресса, и начнете вести немножко другой образ жизни. Стресс физический также имеет огромное значение. Но! При этом правильное питание только при понимании, что они должны соответствовать друг другу. Тогда нет стресса физического. Если же вы хотите работать от зари до зари. А правильное питание у вас и отдых. К лету, к отпуску, на пенсии, где-то к какому-то другому событию. Правильное питание для вас не имеет никакого значения. Если вы хотите проехать на автомобиле 100 км, а он потребляет 5 литров, то вы только 100 км проедете. Если вы хотите на 5 литрах проехать 200 км, то через 100 км ваш автомобиль заглохнет. Со своим организмом чаще поступают по-иному. Питание идет как получится, а работать сколько сможем. К сожалению, разные варианты бывают. Но! Пока вы не приведете в соответствие свою активность и питание, правильное питание для вас опять-таки не имеет большого значения. Правильное употребление воды также имеет огромное значение. Но питание здесь вторично. Сколько бы ни было у вас в пище белков, из которых образуются иммуноглобулины и антитела, в дыхательной системе система транспорта одна. Вода, которая дает достаточное количество жидкой слизи. Если слизь жидкая, в ее составе перемещаются иммуноглобулины. Основной из них иммуноглобулин А, который способен контактно обезвреживать активность, инактивировать и бактерии, и вирусы. И в данном случае это один из первых эшелонов защиты вашего организма от различных патогенов, которые находятся в окружающей среде. Но попадая в дыхательную систему подготовленную, они будут добросовестно тут погибать. И в этом случае, если вы обеспечили эти пять факторов, для вас приобретает значение шестой фактор, о котором вы узнаете прямо сейчас. На шестое место в системе, как не заболеть гриппом, как не заболеть простудой, я поставил правильное дыхание. Правильное дыхание достаточно индивидуальный показатель, который меняется в зависимости от того, находитесь вы в состоянии покоя, занимаетесь вы ходьбой, бегом, имеете ли различные заболевания, скажем, избыточный вес, проблемы с давлением, с сосудами, с пищеварением. В каждом случае есть свое правильное дыхание, выбрать которое вы можете самостоятельно. У меня более 10 видео на тему, как правильно дышать в разных ситуациях. И найти их легко и просто. Набираете в поисковике «Школа Доктор Скачко» и попадаете на мой другой канал, где я уже подробно все объяснил, рассказал. И все эти видео доступны в интернете. Применив их к себе, вы будете жить лучше, а болезни будут посещать вас реже. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. с привычными подписчиками моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, поставить на него лайк, я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода